Друзья, всем привет! Мы на чемпионате России в Челябинске и сейчас пообщаемся с Павлом Калашниковым, киберспортсменом по текину. У нас, наверное, на Good Game и первое интервью с киберспортсменом, который занимается файтингами. Поэтому расскажи, пожалуйста, немножко, ну, вкратце о себе, сколько лет ты играешь, сколько лет ты шел вот к этому, к участию, да, в чемпионатах российского масштаба. И вообще немножко о дисциплине, что она себя представляет в России, мы как бы немало пока знаем. Добрый день всем. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить за внимание, проявленное к моей скромной персоне. Что касательно дисциплины Tekken 7, вообще знаком с ней уже достаточно долгое время, ориентировочно где-то 10 лет, впервые поиграл в Tekken 5 Dark Resurrection. Но конкретно соревновательная составляющая уже в моей жизни появилась с выходом седьмой части на персональные компьютеры, где была очень хорошая поддержка со стороны разработчиков, а потом уже со стороны сторонних организаций. Представляет из себя эта дисциплина, я даже не знаю, как объяснить, достаточно... Много турниров в России по Tekken? Вот не знал тоже, как сформулировать. В последний примерно год-полтора в России появилось достаточно большое количество турниров, в том числе онлайновых. Насколько я знаю, чемпионат России 2020 года проходил в онлайн-режиме. То есть гранд-финала в оффлайн-режиме, как сегодня, не состоялось. Большое количество организаций вкладывают средства, финансируют дисциплину Tekken 7. Зачастую, конечно же, это Федерация компьютерного спорта. Есть и сторонние организации. Буквально с недавних пор появилась организация We Play Compete, которая проводит турниры не только для российских игроков, но и для представителей европейских стран. В принципе, имеются на неделе два еженедельных турнира на буднях. И имеются также турниры на выходных. Сегодня, например, в 7 часов вечера по московскому времени будет We Play Weekend турнир, на котором, скорее всего, я приму участие, поскольку у меня будет свободное время. Призовые, возможно. Призовые на данных турнирах пока не очень большие, однако была серия турниров We Play Compete с выходом в гранд-финал, куда, к сожалению, я не прошел квалификацию, но являлся официальным комментатором гранд-финала. И там уже призовые были достаточно солидные. 400 долларов за первое место выплачивала организация We Play. И дарила PlayStation 5, которая, как мы все знаем, сейчас в большом дефиците. Основываясь на всем этом, могу сказать, что Tekken в последнее время стал развиваться просто семимильными шагами, несмотря на то, что игра вышла на аркадные платформы в 2015 году и на персональные компьютеры в 2017 году. Тем не менее, скачок есть, да? Скачок, причем очень весомый. А какая вообще страна, где эта дисциплина развита лучше всего? Я так понимаю, США, там эталонное такое развитие Tekken, нет? В данном случае вы ошибаетесь. Tekken пришел родом из Японии. И это наиболее популярная игра в азиатских странах, такие как Япония, Корея. Наиболее сильные игроки родом из этих стран, но также есть игроки в США, в Европе. Достаточно сильные игроки есть. Но так как файтинг-культура, в том числе аркадная культура, там зародилась раньше всего и развивается быстрее всего. Ну, наверное, не совсем правильно было бы сказать, развивается. В данный момент аркадные автоматы начинают закрываться даже уже в азиатских странах. Тем не менее, аркадная культура там была развита лучше всего в связи с этим. Файтинг-комьюнити также было развито наиболее всего. Люди общались, коммуницировали между собой, делились информацией, изучали игру. В то время как, в том числе в России, наверное, в году так 2010-ом можно было найти автоматы с Tekken 5, в то время как уже вышел Tekken 6 или Tekken Tag 2. Не могу точно определить временные рамки, конечно, сиюсекундно. А в США ситуация чуть-чуть получше, чем в России. Аркадная культура там есть, в США и Европе имеется в виду. Аркадная культура там развита получше, но тем не менее, файтинг-комьюнити все-таки до азиатского не дотягивает. Но тем не менее, есть турниры, есть стримеры, да, вот ты комментатор, стример, тоже у тебя есть свой канал. Расскажи немножко, много ли ты этому времени посвящаешь, большая ли у тебя аудитория, какие планы вообще развивать, будешь ли развивать это направление или будешь фокусироваться на тренировках, на киберспортивной части? Действительно, я являюсь стримером по Текину 7. У меня есть канал на канале, на платформе, я прошу прощения, Твич ТВ. Я являюсь одним из самых популярных стримеров по СНГ. У меня есть какое-то количество и иностранной аудитории. Не могу сказать, что я, конечно, идеально владею английским, но тем не менее, поддерживать общение как-то могу. В планах развивать скорее стримерскую деятельность, чем киберспортивную, хотя бы по той простой причине, что весь свой игровой процесс я всегда показываю на прямых трансляциях. Это всегда интересно людям, всегда собирается большое количество зрителей. Может быть, конечно, я подрываю себе таким образом киберспортивную карьеру, поскольку люди видят мой геймплей. Я часто рассказываю, как уйти от каких-то ситуативных приемов. Например, с моей стороны люди смотрят и изучают. Конечно, это вносит небольшие проблемы, в том числе здесь, на турнире. Люди знают, как обходить некоторые мои приемы. Ну, и в рамках подготовки к чемпионату России я поударял все записи. Это очень важно, потому что я знаю, что мои оппоненты будут смотреть. Тем не менее, к сожалению, мне это не помогло сегодня, точнее вчера. Но буду готов в следующий раз лучше. Они твои записи в итоге посмотрели, успели? Или все-таки ты хуже подготовился, чем остальные? Они не посмотрели мои записи. В данном случае в гранд-финале меня ожидал соперник Боб Мортон, которому я выражаю огромное уважение, поскольку я смотрел его записи, а он мои не видел. Но тем не менее, он подготовился гораздо лучше меня, по той простой причине, что человек смог преодолеть свои какие-то, я не знаю, как это объяснить, первобытные какие-то инстинкты, инстинктивные какие-то... Опыт повыше. Во-первых, опыт повыше, он в соревновательном текине намного больше меня, но он смог в коротчайшие сроки преодолеть свои инстинктивные какие-то приемы, скрипты, как это можно еще описать, и поменять свой геймплан в корне, в то время, как я смотрел на его геймплей против остальных игроков и готовился к совершенно другому. Сыграл просто великолепно, он не оставил мне шансов, но в следующий раз, опять же, я буду иметь в виду, что мои оппоненты способны на подобные шаги. А ты помимо киберспортивного файтинга занимаешься еще и в реальной жизни, да, какими-то там спортом занимаешься. Какая у тебя дисциплина? Расскажи немножко об этом. Я являюсь кандидатом мастера спорта по пауэрлифтингу. В данный момент профессиональной тренировки по пауэрлифтингу у меня отсутствуют. Просто занимаюсь в тренажерном зале для себя, для поддержания формы, для здоровья. Но было время, когда я, в принципе, мог совмещать свою киберспортивную деятельность, также стримерскую и пауэрлифтинг. Но в данный момент у меня нет времени на это. А вот твоя предыдущая спортивная карьера, она тебе как-то помогла на киберспортивном поприще? Какие-то вещи тебе, в общем, поддерживали из вот реального спорта? Достаточно затруднительно ответить. Могу сказать, что пауэрлифтинг мне точно принес в каком-то смысле характер, да, умение бороться до конца. Если посмотреть мои трансляции прямые, можно часто наблюдать различные камбэки, ситуации, когда, казалось бы, ситуация безвыходная. Может быть, это и повлияло. Но в целом не могу сказать, что прямо какие-то серьезные плюсы мне это принесло все-таки на киберспортивной арене. Ну, для тебя, получается, поездка не совсем минусовая в Челябинск. Ну, помимо того, что интересный город, ты пообщался лично со своими игроками, с которыми до этого виделся в интернете только. И еще узнал, что твоим земляком является такой интересный ресурс, куда тоже можно стримить. Я не сказала в самом начале, Паша живет тоже в Белгороде. Мы, когда об этом узнали, обязательно захотели пообщаться с этим игроком, потому что о киберспортивном Белгороде у нас еще мало представлений. И, наверное, еще мы в будущем об этом только будем узнавать. Вот как раз у нас в пуле один киберспортсмен имеется. Так что ждем тебя на просторах Гудгейма. Может быть, там тоже зайдешь, постримишь. А расскажи, пожалуйста, вот ты сказал, вот как раз увиделись лично с игроками, и зрители твои пришли. Расскажи о впечатлениях вот об этих встречах. На данном мероприятии, во-первых, необходимо затронуть первый момент. Поездка совершенно не минусовая. Во-первых, призовые предоставления Федерации компьютерного спорта России достаточно внушительные. Я бы даже сказал, очень хорошие для киберспортивной дисциплины, которая у нас развивается с недавних пор. По части впечатления. Познакомился за время этой поездки я только с двумя новыми своими оппонентами. Это LMG Mob, занявший третье место на турнире. И Строк, которому предстоит сегодня биться в финале за первое место с Мортоном. За него болезни? Честно, не знаю. Я всегда болею за красивый бой и за честную борьбу. Ко всем игрокам отношусь хорошо. Всех остальных ребят, в том числе комментаторов Zeratula, которого зовут Илья, и Серафима, которого зовут Роман, я уже знал с 2018 года лично на чемпионате Winter Rumble 2018 года, куда я попал благодаря своим зрителям на моем канале с функцией пожертвования. Мне ребята накидали на поездку. Я с удовольствием собрал вещи, поехал там, со всеми познакомился. По части знакомства со всеми ребятами, моими зрителями или оппонентами, или комментаторами, могу сказать, что все отличные ребята, несмотря на то, что наша киберспортивная дисциплина может создавать впечатление, что люди, занимающиеся киберспортом, сидят дома и вообще ни с кем не общаются. Это не так, все отличные общительные ребята с хорошим чувством юмора, и приятно, конечно, проводить с ними время, общаться, играть. Так что впечатления максимально положительные. Спасибо тебе большое за беседу. И в заключение, ну, наверное, ты какие-то слова своей аудитории говоришь, там, об игре или о жизни. Вот в заключении от тебя несколько слов аудитории. В заключении, конечно, хотелось бы сказать, что киберспорт – это просто прекрасно, я очень рад, что он развивается. Но никогда нельзя забывать о том, что существует также реальная жизнь, и всегда нужно успевать жить и реальной, и виртуальной жизнью. Если вы действительно занимаетесь киберспортом, если у вас какие-то есть успехи, не стоит вкладывать в это вообще все свое время. В моем случае, я могу сказать, у меня есть работа, у меня есть друзья, у меня есть тренажерный зал, и поэтому киберспорт не отнимает у меня реальную жизнь. Из чего я желаю всем остальным, просматривающим это данное интервью и всем остальным киберспортсменам. Здорово, спасибо. Да, вам тоже.